Здравствуйте, дорогие друзья! Так быстро пролетает год за годом. И не так давно мы с вами говорили про Новый год, который празднуют евреи. Это сентябрь обычно, а тут эта дата пришлась на октябрь. Но как бы там ни было, мы в осени эту дату вспоминаем и размышляем, что же это значит «голова года». Потому что те люди, которые знают эту традицию, понимают, что надо поставить Бога во главу года, потому что тебе придется с Ним иметь отношение как на старте, так и на финише года. И поэтому размышления о своей жизни, размышления о тех событиях, которые прошли за год, о тех выборах, которые делал человек, о тех, может быть, каких-то исследовательских моментах, анализ, который проводится, какие возможности были реализованы, а какие были упущены. И все это как раз нам дает возможность сегодня поразмышлять о Божьей милости к нам. Дело в том, что мы сегодня живем в Новом Завете, и, несмотря на это, еврейский народ продолжает праздновать этот праздник. Роша Шана – это как праздник года, вернее, «голова года». Но я хочу вместе с вами поговорить о новых вещах, потому что всегда, когда мы смотрим в грядущее время, то мы говорим о новом. Новый год, новые возможности, новые ресурсы. Несмотря на то, что идет анализ предыдущего, но все равно мы говорим о новом. И вот тогда, когда мы уже читаем в Новом Завете, послании Коринфянам, такие слова «Кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Кто во Христе, тот новая тварь. С одной стороны, мы сейчас касаемся древней традиции, но древнее прошло, теперь все новое. Неужели надо все это перечеркнуть, все это отвергнуть и заниматься только новыми вещами? Дело в том, что анализ своей прошедшей жизни предыдущего года очень важно делать каждому человеку. Независимо от того, празднует он это событие или нет, в какое время, как у нас в конце декабря, либо в данном случае осенью. Но в любом случае нам очень важно понимать, что есть праздники Господни, и они связаны с сезонами. И вот это осенний период, когда праздники Господни нам о чем-то говорят. В соответствии сейчас мы можем сказать о том, что новое творит Бог каждый день. А уж тем более на каждый год ложатся свои ответственные состояния, как для самого человека, так и для общества, так и для страны, для города и так далее. И поэтому, когда кто во Христе, тут новая тварь, то есть уже древнее прошло, а теперь новое. Это значит, нам всегда надо быть ориентированы на новое, с учетом того, что мы не можем войти дважды в одну и ту же воду, мы не можем прожить дважды один и тот же день, и тем более год. Поэтому всегда есть новые предложения. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. То есть уметь примирять себя даже с самим собой, потому что внутри нас возникают конфликтные зоны. И когда мы можем примирять себя с собою через призму того, что сделал для нас Христос, то мы таким образом принимаем природу адвоката, примирителя. Потому что давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники, от имени Христовой, как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Что я желаю, конечно же, в этом году, уже наступающем году, как новом году, чтобы люди примирились с Богом. Потому как события настолько бывают сейчас тревожные. События, которые одно за другим, как меняется, знаете, декорация за декорацией, и ничего пока утешающего. Несмотря на это, предлагает нам сегодня Господь посмотреть через призму прихода Христа на эту землю. Он уже примирил с собой народы. И поэтому теперь человеку осталось примириться с Богом. О чем я хочу помолиться, чтобы этот праздник был примирением с Богом, как народа вообще, населяющего землю, а уж тем более евреям, которым надо успеть свою эстафету взять. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что я молюсь сейчас за народы на земле. Я молюсь за людей, которые населяют разные земли, разные страны. Кто-то празднует этот праздник, кто-то нет. Но я сейчас молюсь о новом. Я молюсь о примирении с Тобой, потому что здесь апостол Павел говорит, что я предлагаю или говорю, примиритесь с Богом. Поэтому прошу Тебя, Иисус, благослови нас самим быть всегда примиренными с собой, друг с другом, с Тобой, а людям нести этот свет, нести это благословение, и возможность, которая дается в этом году, не потерять ее, не пропустить, примириться с Богом. Да будет так. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч, до свидания, хорошего, всем благословенного года. Субтитры подогнал «Симон»